Мужчины становятся все более ленивыми, все хуже питаются, все больше бухают. В 25 лет, в 30 лет у него уже показатели 50-летнего мужика. А сдам анализы потом, когда выступлю. Все подряд в себя, а дальше разберусь. Печень, щитовидку, отказывают почки. Это ужас. То есть, если ты просто получаешь извне огромные какие-то цифры, и ты это все не прорабатываешь, как комбайн, как завод, а это просто в тебе оседает, это только по бочке. Я всех приветствую. Меня зовут Савелий. И в данном ролике, интервью, в гостях у меня Алексей Мокшин. Всем привет. Спасибо, что пришел. Без проблем. Так как ты профессиональный бодибилдер... Пока нет, но стремимся к этому. Да. Интересует такой вопрос, это касательно стероидов, касательно медикаментов, которые ты используешь, и в каком количестве? Когда наступил момент, и я перешел на темную сторону в своих соцсетях, я сразу об этом публично сказал, потому что для меня всегда было важно со своей аудиторией быть честным. Но тогда же, в этом же обращении к подписчикам, я сказал, что я декларирую сам факт, что я перехожу на темную сторону, но никогда в детали препаратов, дозировок я вдаваться не буду. Потому что это уже образовательное идет направление, где ты как бы подталкиваешь людей к приему. А я не хочу заниматься продвижением и популяризацией этого, тем более среди молодых ребят. Ну, это на самом деле, что правильно. Но почему я задал этот вопрос? Тематика моего канала – это в основном гормонально-заместительная терапия тестостерона. Я думаю, для зрителя моего канала многие задумывались, так как у них отсутствует попросту своя выработка тестостерона, они иногда, наверное, задумываются, а не вколоть ли мне больше. И, к сожалению, то, что прописывают сейчас врачи, так называемые референсные значения, они очень низки. И они это как декларируют, это как норма. И хотелось узнать у тебя, как у выступающего спортсмена, твое отношение... Дозировки выступающих спортсменов и ГЗТ – это совершенно разные вещи. Ну, ГЗТ обычно колеблется 100, 150, 200, 300 миллиграмм тестостерона. Когда ты выступающий спортсмен, во-первых, тестостерона больше, опять же, не будем вдаваться в подробности, а во-вторых, кроме тестостерона, там есть еще и ряд других препаратов, которые усиливают эффект тестостерона. Поэтому это немножко разные вещи. Так, ну вообще, тема ГЗТ несколько лет уже обсуждалась в Украине, и как бы многие начали как бы об этом говорить, потому что это популярно в Америке, на Западе. Ну, действительно, находясь здесь, я вижу, что очень много клиник гормонально-замещающей терапии. Прямо на бигбордах, в интернете, в Инстаграме у тебя везде постоянно выскакивают рекламы этих лабораторий, где ты можешь сдать тест кровь, и тебе пропишут легальный аптечный тестостерон. То есть здесь уже идет коммерциализация этой проблемы. То есть у тебя, насколько ты мне рассказывал свою историю, действительно есть показания. То есть у тебя наглухо просто не производился тестостерон. Лаборатории, которые здесь прописывают тестостерон, они фактически по желанию прописывают. То есть даже если у тебя твой анализ крови тебе покажет, что у тебя там среднее референтное значение, но ты говоришь, что мне бы хотелось, я все равно чувствую себя как бы немножко подавленным, мне бы хотелось бы немножко быть повеселее. Лаборатория никогда тебе не скажет нет. Она тебе подвинет к себе поближе брошюру, где написано, что есть бронзовый, silver и gold club, или там subscription за 150, 250, за 300 долларов в месяц, по которому они тебе на почту будут высылать этот тестостерон. То есть их не особо интересует. Они как бы прикрыли свою задницу анализом крови, твоим пожеланием, дисклеймером, что ты вот как бы не против. И все, и пошло дело. То есть это поставлено на поток без показаний. ГЗТ прописывается здесь без показаний. Это просто популярная тема. Объективно у мужчины все, практически все жизненные процессы запитываются тестостероном. Ну ты сам знаешь, когда ты почувствовал тестостерон, ты совершенно по-другому себя начал ощущать в этой жизни, правильно? Да. Мужчины, которые плохо питаются, которые выпивают там много, там пиво пьют, эстрадиол свой поднимают и гасят свой тестостерон. Естественно, они постоянно сонливые, там никакие, вялые, грустные. Тестостерон им подкололи, ГЗТ. Все, человек совершенно по-другому себя ощущает. Поэтому, конечно, это как бы есть клиенты, есть спрос здесь в Америке. И бизнес построен уже так, что это ГЗТ, как я уже сказал, предоставляется без фактических показаний. То есть с условными показаниями. Эти же клиники ГЗТ, они не только тестостерон же прописывают, они тут же тебе могут предложить и пептиды, и там одни пептиды, другие пептиды. То есть это уже, то есть это конкретно уже нацелено на развитие мускулатуры. То есть это уже не про то, что у тебя низкий тест, и тебе вот как бы эндокринолог прописывает. Это фактически легализация курса. Да, на самом деле то, что ты говоришь, это очень интересно. И наши врачи, которые сейчас популярны, может, ты слышал, Дзидзария, доктор Греков, они вот сейчас очень активно популяризируют переход на ЗГТ, и они как раз таки ориентируются на западный пример, на Европу, на Америку. Они, наверное, хотят на этом тоже зарабатывать, поэтому же по этой же модели они продвигают уже какие-то свои лаборатории. Я не вникаю просто. Я знаю, что этот доктор снимался на G.O.B. Channel когда-то, но я как бы ни одного материала полноценно не смотрел. Это доктор Греков, да? Дзидзария. Дзидзария, ты говоришь, да? Ну, их два как бы, они оба в этом направлении весьма... Ну, не суть. Ты говоришь, что они как бы продвигают, лоббируют эту тему. У них свои лаборатории уже? Ну, насколько я знаю, да. Ну, вот тогда, как я тебе сказал, по модели американской, очевидно, что это как бы просто способ обогащения бизнеса. Это золотые горы. Ну, а ты, как вот, ну, сторонний наблюдатель, скажем, наблюдатель со стороны, ты не замечаешь вот такую проблему среди мужчин, что на самом деле эта тема начинает набирать обороты, когда все более раннем и раннем возрасте мужчины испытывают дефицит половых гормонов, ну, как тестостерон. Ну, естественно, потому что мужчины становятся все более ленивыми, все хуже питаются, все больше бухают, больше курят, особенно восточная Европа. Ну, это жуть просто. Поэтому, конечно, свой тестостерон у них начинает гаситься. В 25 лет, в 30 лет у него уже показатели 50-летнего мужика. Ну, как бы это сплошь и рядом. Ну, и естественно, что вывести свой тестостерон в 20-25 лет в референтные зоны, если у тебя нет, как бы, заболеваний, как у тебя, как бы, можно, работай, просто чистым питанием, прогулками, как бы, отсутствием вискаря по пятницам, как бы, ну, просто люди ленятся. Это, как бы, вопрос волшебной пилюльки, либо правильного образа жизни. Конечно, люди выбирают ничего не делать, и просто сделайте мне липосакцию жира просто. И тут же и тут. Зачем мне налаживать какие-то свои... Ну, менять образ жизни. Менять образ жизни, чтобы выровнять свою эндокринную систему, если можно просто лупануть газоте, и все, и погнал. Ну, условно, конечно, я утрирую. Все равно, даже на газоте тебе нужно, как бы, желательно вести правильный образ жизни, больше ходить, гулять, пить водички, тренироваться, физические нагрузки, все дела. Но проблема в том, что большинство мужиков просто получает газоте и дальше продолжает вести очень посредственный образ жизни. И бывает так, что даже то немалое количество тестостерона, которое он получает экзогенно, он просто при таком образе жизни, даже он у него ароматизируется, и еще хуже его ситуацию делают. Еще, то есть перевод... Да. Понимаешь, о чем? Ну, то есть, если ты уже используешь тестостерон, то уж будь добр, пожалуйста, перестань бухать и начинай, как бы, вести более-менее образ жизни. А так, как бы, это все... Ну, да, как только человек поставит это газоте, там, недельку, две, три, месяц, он, как бы, как ни крути, будет этот пик. Но потом-то все равно состояние выравнивается, а если образ жизни такой же, то ты будешь чувствовать себя так же, а то и хуже, потому что своя система уже разбалансирована. То есть, если газоте, то, конечно, это все должно быть, как бы, с очень здравым подходом, с глубокой осознанностью вопроса. То есть, ты, если ты на это идешь, ты должен понимать, что это не то, что возьмет и решит все твои проблемы, а это то, что... Это инструмент, который поможет тебе вместе с твоей работой улучшить качество твоей жизни. Вот я бы так сказал. Да, согласен. Следующий утекающий вопрос. На данный момент, какой уровень тестостерона ты держишь? Ну, стараешься держать? Я же тебе сказал, я выступающий спортсмен, я свои цифры не хочу обсуждать. Они у всех разные. Это не касается газоте или общей аудитории. То есть, ты меня склоняешь к тому, чтобы я обсуждал конкретно дозировки и препараты выступающих спортсменов. Я тебе говорю, я не хотел бы этого касаться. Для того, чтобы человеку прогрессировать в тренажерном зале, даже, достаточно уровня чуть выше референтных зон. Вот того, что просто стандартные, стандартные ГОСТ какие-то показатели, вот немного чуть выше, и все, ты уже можешь еще год, два, три дальше, я считаю, расти и прогрессировать, если ты придерживаешься своего плана тренировок, питания и всего остального. Если человек использует газоте не по показаниям гипогонадизма или как там, а вот именно с точки зрения улучшения качества жизни и срыва плато в тренировочном процессе, то достаточно этих 150, 200, 250. У всех же по-разному еще усваивается этот тестостерон. Поэтому, наверное, нужно отталкиваться от своих анализов, что у тебя. И здесь это, допустим, сколько там? От 200 до 800, по-моему, единиц в Америке. Ну, я не помню название, да, американские. Допустим, если ты себе держишь там 800-900, то как бы это уже достаточный показатель, чтобы просто отлично себя чувствовать, иметь активную половую жизнь, иметь прогресс в тренировочном процессе, мышечной массе и прочее, прочее. Как давно ты, Гриш, перешел на темную сторону, так называемую темную сторону? Я точно год не помню. Наверное, 18-й год. Получается, 5 лет назад, да? Ну, я не хочу врать, я точно не запомнил год. И просто у меня... В Инстаграме я делал пост, я помню, и после этого как бы... Не помню. Может, 16-й, может, 19-й. Вот такой разброс. Перед тем, как вступить на этот путь, сдавал ли ты анализы на гормоны? И какой вообще у тебя уровень гормонов, уровень тасострона был на тот момент? Так, а я же его сдавал не потому, что у меня гипогонодизм. Ну да. Я его сдавал с точки зрения развития мускулатуры. У меня были обычные показатели. Они были скорее в средних, насколько я помню. Я помню украинские показатели. По-моему, референты там от 18 до 29 единиц. И у меня было, по-моему, там что-то 25 или что-то такое. На момент, когда я уже там, допустим, года два барахтался в одном и том же весе. И как бы особо не менялся. То есть, условно, в платонах ходился. Ну, насколько я понимаю, это на моль на литр. Видимо, да. Судя по всему, да. И это, скажем, ну не самый большой уровень тасострона? Ну, ближе к... К верхнему референту, к верхней зоне референту. Ну, сейчас, допустим, в России и в Украине много где референсы считаются от 8, от 10. То есть, условно говоря, когда ты сдавал, это было уже 15. Сейчас уже считается нормой. Но, опять же, это не норма, это среднее значение, с которыми люди приходят. Это 8, 10. Ну, это смешно. Образ жизни ухудшается. Люди все хуже и хуже питаются, все хуже и хуже живут. Образ жизни и все такое. Все закономерно. Пищевая индустрия ухудшается. Все больше переработанных продуктов. Пластики, пластик, всякие пестициды. Все гормонально взросшенное. Даже здесь, в Америке, магазины, которые ориентируются на органические продукты, все равно это не особо органические продукты. Ну, так или иначе, пищевая индустрия современности, она гасит твой тестостерон. Много составляющих. Действительно, нужно стараться для того, чтобы держать себя в тонусе, держать свой уровень тестостерона на хорошем уровне. Это работа. Следующий вопрос. Какая ощутимая разница между условно здоровыми, 30 наномоль на литр тестостерон, и когда ты на курсе? Какие ощущения ты испытываешь и в чем вообще разница? Не совсем понимаю вопрос. Ну, грубо говоря, здоровый уровень тестостерона 30 наномоль. Да. Когда человек ощущается полноценно, в половом, физическом, в ментальном плане, какие плюшки, какие бенефиты он получает, когда он на курсе, когда его тестостерон в 3-4 раза больше вот этой нормы для обывателя. Ну, ты опять склоняешь меня к популяризации. Плюшки, у тебя как бы все, все время сквозит, какой-то позитивный вайб ты в это предносишь. Ну, у меня следующий вопрос, как бы, наоборот, касательно негатива, то есть это не только у меня популяризация. Возможно, даже и ты прав. Да, я неправильно сформулировал вопрос. Какие как бы изменения ты ощущаешь? Ну, это просто тебе дает больше возможностей в плане мышечного роста. Ну, есть не только хорошие вещи. От высоких дозировок, выступающих спортсменов, у многих есть, усиливается проблема повышенного давления, например. Ну, есть ряд сайд-эффектов побочных, побочек всяких, которые тоже как бы с повышенными дозировками выступающих спортсменов сопутствуют. Поэтому, если ты не выступающий спортсмен, либо если на крайняк ты хотя бы просто не зарабатываешь на этом как инфлюенсер, блогер, как я раньше был просто, да, допустим, блогером, то я не вижу абсолютно никакого смысла просто так курсить полноценно. Ну, да, это влияние на печень, увеличивается гематокрит, как минимум. Все, на самом деле, ну, я не хочу вдаваться в подробности, но, конечно, у выступающих спортсменов есть, на все показатели есть решение. Ты, если делаешь все правильно, то у тебя все в норме все равно, у тебя все показатели остаются в норме. И давление, и показатели, и печеночные ферменты, и почки, и все остальное, но это наука. Опять же, к которой я не хочу никого склонять, это не для всех, это далеко не, это не нужно всем. Ну, и раз такую тему подняли, наверное, стоит сказать, что если, ну, как бы, вот человек нас, грубо говоря, смотрит, ну, услышал, да, допустим, это здорово, пойду в колюсе астероидов, но ни в коем случае не стоит это делать, учитывая, если вы здоровый человек, у вас, ну, своя гормональная система работает хорошо, вы ее только собьете таким образом. Ну, и второе, когда вы не выступающий спортсмен, у вас нету никаких, скажем, знаний об этом, ни в коем случае не надо этим заниматься. должен быть, ты должен иметь, во-первых, да, выступающий спортсмен, или какая-то работа, сопряженная с этим, что у тебя прям острая необходимость определенным образом выглядит. Дальше у тебя должны быть кураторы, которые тебе помогают, эндокринологи, тренера, которые помогают тебе все контролировать, все показатели. И, как правило, ни у кого этого нет. Даже среди выступающих спортсменов восточной Европы, а сдам анализы потом, когда выступлю. Ну, то есть, просто все подряд в себя, а дальше разберусь. Ну, то есть, даже выступающие спортсмены отвратительно относятся к своему здоровью, нихрена не мониторят. Поэтому, да, плохо. А про подростков или там просто про людей, которые смотрят ролик и там начинают как бы об этом думать и подавно как бы без знающего человека рядом с вами ни в коем случае не надо этого делать. Вы действительно только собьете, это как весы, только на весах не две чаши, а 20. И ты одну какую-то сдвигаешь, и у тебя все, вся система поплыла. То есть, если ты входишь в эту систему, я имею в виду не ГЗТ, а просто тестостерончик, который ты как бы, все у тебя дальше выравнивается, и ты просто себе как самолет набрал эшелон, и ты себе идешь просто на более высоком уровне. Так у тебя происходит. Тебе не надо особо ничего больше ровнять, следить там за печенью или что, то есть, это все очень как бы щадящие режимы. Но если ты курсишь, у тебя начинаются вот эти качели, и потом некоторые люди просто потом не могут годами восстановить, я не знаю, печень, щитовидку, отказывают почки. это ужас, потому что люди без дупля, просто без каких бы то ни было знаний начинают это все закидывать в себя, и ни в коем случае, если у вас нет четкой цели, если у вас нет четкого куратора, знающего, не надо этого делать, и тем более совсем молодым пацанам, если там 15-20 лет, своя гормоналка только на пике. То есть ты, если сейчас начинаешь экзогенный тестостерон валить, ты полностью выработку своего тестостерона, гипофиз, убивается иногда у людей напрочь, они потом не могут себе восстановить собственный тестостерон тоже годами. Это особенно глупо, если ты делаешь это в 20 лет, когда у тебя свой тестостерон, когда ты по-любому еще не выработал свой натуральный там предел, и близко ты еще не в этих потолках, но уже ты начинаешь. Это глупо. Ну да. Мягко говоря. Ну и условно представим такую ситуацию, если человек условно делает себе показательных гормонов как бодибилдер, ну как условно ты, но при этом он не расходует ресурс, он не пашет в зале, он не занимается спортом. Ну это просто все будет ароматизироваться. спортсмены, выступающие, очень предельно важно все вырабатывать, выедать, вырабатывать в зале, то есть если ты просто получаешь извне огромные какие-то цифры, и ты это все не прорабатываешь как комбайн, как завод, а это просто в тебе оседает, это только по бочке, то есть это просто, ты просто себя травишь ядом, то есть если если спортсмен получает это все, то он обязан все вырабатывать, правильный вопрос. Некоторые вот считают, что бодибилдеры, вот они вкололи стероиды и все, они как бы уступают. Мне кажется, уже столько на эту тему было пошучено и мемов сделано, что уже, мне кажется, уже, наверное, все понимают, что это лежа на диване совсем как бы ты не вырастешь. Хотя, есть научные всякие статьи и исследования, которые показывают, что мышечная масса растет, даже если человек просто в койке лежит в больнице. На самом деле изначально же многие препараты так и придумывались, когда у человека нет возможности заниматься какой-то физической активностью, чтобы у него полностью не атрофировались мышцы, вот эти препараты разрабатывались, некоторые из них. Поэтому какой-то прирост и какое-то деление мышечных тканей все-таки происходит. Но опять же, это все медикаментозные микродозировки, как бы соразмерные ГЗТ. Просто чтобы не атрофировались. Да, а не конские дозировки выступающих спортсменов, которые просто у тебя осядут в тебе этим ядом и побочками и ничего хорошего из этого не будет. Это как бы вопрос к тому, что недостаточно вколоть все конские дозировки, это большой труд. Скажем, за этим телом стоят года непреодолимой работы над собой. Ну все преодолимо и сроки тоже довольно условные. Некоторые прогрессируют очень быстро, но действительно спортсмены, которые как бы идут на это, они если хотят получать результаты на сцене, то они обязаны это все вырабатывать. Иначе в этом нет никакого смысла и в этом не будет ни результата, и в этом будет только сплошной негатив. Только побочки и ничего. Прищи, органы с проблемами, лечение, которое будет в 10 раз дороже, чем сам курс. Это одни косяки. Если человек просто ставит курс и не вырабатывает. Просто на чили там приходит зал, телефон там что-то популял, там поел в маке, вечерком пельмешек навернул с мазиком. Ну вот это жиробилдинг наш постсоветский, очень популярный. Да это жесть, да. Это все как бы, когда вот пельмени с пивом и с маком и на фоне этого сустаном с декой, ну это просто. И человек 5-10 лет ходит с такой шайбой, раздутой квашеной капустой вместо головы, потому что у него давление, потому что он весь в жире, в воде, постоянно отечный, с венами на лбу, красным лицом, выглядит на 20 лет старше. Вот это и есть как бы экзистенция побочек и самое яркое проявление неправильного использования курсов. Когда человек ставит дофига, но ни хрена не вырабатывает и ни фига не делает правильно. Хотелось бы услышать, скажем, антирекламу стройдов. С какими побочными действиями ты сталкивался? Вот от своих, скажем, опытов над собой? У меня никаких побочных эффектов нет, потому что я все контролирую, я слежу за своими показателями и все ввожу в норму. То есть у меня, если я где-то вижу, что у меня какие-то цифры выходят из зон, из допустимых зон, я их тут же выравниваю. Ну а о побочках других людей, вот только что я тебе рассказал. Да. Отечность, жир, давление, выпадение волос, акне, старение кожи. Ну и в последнее время, последние полтора года в Восточной Европе складывается такая проблема, что весьма проблематично достать некоторые препараты для ГЗТ, препараты тасостерона, просто для поддержания, не для курса. И многие люди планируют, либо прибегают к покупке называемого андеграунда, либо как их называют, самовая. И хотелось услышать вот от тебя, как вот довериться, скажем. Да, ну нет, конечно, ответ очевиден. Тем более, что существуют уже клиники ГЗТ, где тебе могут аптечный тестостерон выписать, прописать. Ну во всяком случае, вот я улетал из Украины, когда, в 2022 году, да у нас тестостеронопропионат вообще без рецепта даже продается в аптеке. Поэтому, ну нет, это последнее дело, покупать андеграундное что-то. Если уже решился на ГЗТ и есть показания к этому, то лучше всего через клинику, где тебе пропишут аптечный чистый препарат и все. Потому что андеграунд, он может быть в двух из трех случаев гадостью какой-то. Ну просто... То есть, ну, аптечный ГОСТ, он есть. Ну, конечно. Ну вот, все же, бывают такие случаи, я не знаю, может, ну, с финансами у людей проблемы, ну, обратиться именно в клинику, которая будет их курировать, прописывать им препараты нужные. Как все же стоит вот подойти вот именно к андеграунду и как вот, ну, может, все же существует какой-то, скажем, внештатный гарант качества? То есть, это все очень рискованно? Конечно. Это не шутки. Сэкономить что, 20 долларов в месяц или там, окей, 100 долларов в месяц и вколоть в себя неизвестно что? Ни в коем случае. И вот, особенно от России сейчас очень сложно достать хорионический гонодотропин. Вот этот московский эндокринный залог. У меня прям ухо режет, когда ты говоришь Россия, московский. Я не хочу, как бы, обсуждать политику ничего. Нет, это не про политику. Тем не менее, я тебе просто говорю, что у меня просто как тесоком по уху. Да, я там сам был за свою жизнь, может, полгода за свои 40 лет. Я провел в России, в Москве. Но после того, что сейчас происходит, война в Украине и такое огромное количество выступающих, с которыми я раньше общался, блогеров, они это все поддерживают или отмалчиваются. И вообще, столько у меня уже и друзей погибло в Украине на этой войне. Ну, то есть, я не могу спокойно, безэмоционально теперь воспринимать примеры из Москвы, из России, извини. Ты вот мне говоришь, вот у нас в Москве, вот у нас в России. Блин, вообще уже не у нас. Извини. Ну, да. Я, ну, не думал, на самом деле, извини, что так вышло, но я не думал, что это как будто является таким триггером. Ну, это стало триггером, я думаю, что я не исключение. Несмотря на то, что я не живу в Украине, но 45 миллионов украинцев, которые, я не знаю, треть из которых сейчас разлетелось по всему миру, они все точно так же остро это все воспринимают, все каждый день в новостях, и все осознают глубочайшую несправедливость того, что происходит. И многие злость в себе генерируют, потому что тяжело этого не делать, когда твою родную школу сравнивают с землей, твоих одноклассников убивают, когда твоих родителей куда-то или племянниц куда-то забирают, усанавливают, удочеряют, куда-то увозят в Россию, спасают. Ну, короче, это такой ужас, что невозможно безэмоционально к этому относиться. Я знаю, что большинство ребят в России продолжают жить с закрытыми глазами. Я вне политики, и куда ты лезешь, там все, мы ничего не знаем, вот эти все тезисы кремлевские, что они воспитали у народа вот эту концепцию, чтобы люди были вне политики, чтобы люди думали, что это дела сверхбогов каких-то, политические дела, что они лучше знают. Каждый россиянин, интеллигент, рабочий класс, неважно, они все убеждены, что мы ничего не знаем. На самом деле, Путин все знает, и он там. На самом деле есть просто одна охреневшая сторона, которая просто решила, что в 21 меке можно взять и просто напасть на соседнюю страну, с которым она тысячелетиями была рядом. Это просто абсолютно без... Вот это максимально простая концепция, которую, я надеюсь, каждый из россиян просто отрезвеет и услышит. Ребят, вот просто представьте, Украина взяла, разбомбила Сочи, Краснодар, по Питеру запускает кинжалы каждый день. Просто представьте на секундочку. А потом вот начинайте рассуждать, а может быть это там Америка спровоцировала? А может... Да вам будет похер, кто это спровоцировал. У вас кроме ненависти к украинцам ничего не будет. Поэтому... Ладно. Так мало нужно, чтобы придернуть украинца сейчас. Я не в коем случае не хотел это делать, но я по всем, что высказался, я это обязательно оставлю. Возможно, это как бы поменяет отношения многих людей. Потому что иногда как бы достаточно услышать что-то мнение, и это как бы может перевернуть все твое представление о мире с ног на голову. Дай бог. Ну и тем не менее, вот есть такая проблема, что ХГЧ не достать. Многие люди начинают прибегать именно к андеграунду. Потому что, ну вот если взять тасострон, его как бы много разновидностей весьма, и он легко заменяется. А вот касательно, если ты планируешь все же какие-то свои репродуктивные функции восстановить, альтернатив ХГЧ не так уж и много. Опять же, я не скажу тебе, окей, берите андеграунд. Ты мне этого не услышишь. Это как у меня, допустим, клиенты по онлайн-ведению сейчас. Я отдаю программу, я там составляю, пишу вот так, вот так, вот так вот надо. А человек мне говорит, слушай, ну мне будет сложно отказаться прям так сразу от сладкого. И как бы красное мясо я бы оставил, может быть как-то вот, может все-таки как-то можно и как-то вот помягче. Ну как бы можно, ну можно и андеграунд. Ну можно, но нельзя. Можно и сладкое, но нельзя. Ну то есть если ты хочешь как бы результат, если ты хочешь оставаться здоровым, тебе нужно найти возможность заработать, достать легальный, хороший ХГЧ. Если ты хочешь результата в зале, ты должен не есть сладкое, не есть пирожки, вареники и тренироваться по максимуму с тяжелыми весами. Ну как бы о чем речь? Ну как бы нет, андеграунд не надо покупать. Возьмите жопу в руки, научитесь зарабатывать нормально, заработайте себе на дорогие препараты, на дорогие легально. Если у тебя нет доктора, если нет рецепта, на крайняк. Ну тем более в Восточной Европе. Ну все же покупается до сих пор еще за, ну все можно купить за деньги. Ну просто ценник будет в два раза больше. Ну ты получишь аптечный препарат, если ты перетенешь через клинику. Поэтому концепция, ну вот как бы нет денег, ну я этого никогда не понимал. Ну у меня тоже нет денег до того момента, пока я не встану и не заработаю, и не позволю себе это. У нас ни у кого нет денег, пока мы не начнем что-то делать в этой жизни. Поэтому я не уважаю эту идею. А что ты посоветуешь ребятам, у которых нет денег? Я посоветую, там, на протеин. Я посоветую, блядь, идти и работать, чтобы были деньги. И на протеин, и на нормальную рыбу, и на нормальные тренировки, и на нормальный абонемент в зале. И это касается всего в жизни. И препаратов, и хогачей, и тестостерона, и места жительства, и инфраструктура вокруг тебя. Остапа понесло. Нет, это, наверное, хорошо для интервью. Да. Что у тебя идет информация. Прежде чем закончим, какое бы напутствие ты бы хотел дать нашим зрителям? Напутствие? Да. В целом, вообще, меньше жаловаться, больше работать, понимать, что никто не виноват в том, где вы сейчас находитесь, кроме вас самих. То есть вы полностью вершите свою судьбу. Все зависит от вас. Как вы живете, как вы действуете, как вы встаете, с каким настроем, с какими действиями, то вы и получаете. Вот реально. Вот где бы вы ни находились, вы, это все продукт вашей жизнедеятельности. Поэтому, если вы хотите жизни какого-то, ну, жизнь похожую на чью-то другую жизнь, то, скорее всего, вам нужно что-то менять с подходом к своей жизни. Больше работать, меньше лениться, чище питаться, да что угодно. Просто вы, не надо ничего рассказывать, нет никаких суперсекретов. Когда вы что-то делаете не так, вы же осознаете, что вы делаете не так. Поэтому осознанность есть. Просто каждый раз, когда вы тянетесь за чем-то плохим, вспомните, что вот то, что вы сейчас за этим потянули, за 7-минутным какой-нибудь сладостью, радостью, вы отобрали у себя от своего будущего. Поэтому ни на кого не жалуйтесь потом, что страна плохая, какие-то возможности у кого-то лучше. Нет, дело не в стране, не в возможностях, не в папах, не в мамах, и ни в ком другом, кроме вас самих. Все в ваших руках, так что давайте, осознайте это и начинайте работать. Мощные слова. Спасибо, Алексей, что согласился на интервью. Я желаю тебе успехов в твоих будущих достижениях. Спасибо, что позвал. Спасибо, Алексей. Субтитры создавал DimaTorzok